этот 100 литровый комплект middle был запущен в июне 22 года то есть 7 месяцев назад и сегодня я сделаю такой более-менее подробный обзор этого комплекта по его технической части по его живности и немножко покормим рыбок еще кстати покормим актинию попробуем покормить актинию если она будет есть для опытного моряка это ничего особенного но первый раз увидеть как актиния есть это удивительное зрелище как всегда начнем с габаритов это аквариум 100 литров условно 100 литров если прям до краев его наливать он 97 литров но так как он не наливается до краев то здесь где-то 80 85 литров по воде это аквариум габаритами 60 сантиметров в длину на 45 сантиметров в ширину и на 36 сантиметров в высоту отличительной особенностью моих морских комплектов является то что у них сам встроен прямо в дисплей то есть это аквариумы сразу же со внутренним сампом в этом есть определенное преимущество для простых систем в том что здесь все в одном то есть вот здесь по задней стенке есть акриловая панель которая отлить от деляет техническую зону от зоны осмотра так называемого дисплея так вот технической зоне спрятано все оборудование помпы там флотатор грелка и вся система переливов на дисплей остается только то что будет радовать глаз ну и плюс еще две помпы течения которые в общем то не сильно не бросаются в глаза вот у этого комплекта 10 сантиметров отведено сзади для того чтобы по всей длине задней стенки провести внутренний сам сам по имеет три отсека это его отличает от комплекта джуниор предыдущего которые кубически на 50 литров потому что здесь все-таки 100 литровый здесь больше объем и здесь он сам по себе длиннее соответственно здесь так хитро сделан перелив что вот в эти две боковые части сам по идет забор воды а из средней из центральной части сам по из получается из второго отсека с любой стороны считаем 2 посередине из него идет возврат воды обратно в дисплей это позволяет не задерживать воду в дисплее очень большая площадь перелива это это хорошо то есть чем больше площадь перелива тем меньше будет перепадать тем более мощную помпу можно будет ставить как которая будет своей производительностью быстро выбрасывать воду дисплей и вода будет быстро обратно возвращаться если вы оставите там вот такую узенькую щелку для возврата то у вас скорее всего будет всегда уровень в дисплее выше больше потому что зона перелива не будет успевать справляться сливать воду обратно в помпу здесь эта проблема решена именно вот таким способом что две заборные решетки в санте у нас располагаются оборудование это флотатор здесь у нас установлен флотатор эхаем скин marine 300 это на из моих использованных вот из тех которые я попробовал использовал флотатора для нано аквариумов это лучший вариант он несмотря на свою компактность что большое преимущество здесь потому что здесь не установишь во внутренних фильтрах во внутренних сам пах вообще не установишь большой флотатор потому что там ограничено пространство так вот в таком ограниченном пространстве этот флотатор эхаем скин marine 300 входит очень хорошо и несмотря на свою компактность он очень производительный то есть заявлено что он до 300 литров но я бы не стал его конечно использовать в системах до 300 литров но литров до 150 до 180 легко у меня первый мой морской аквариум был полностью вот на таком флотаторе и он справлялся без всяких проблем здесь такой же флотатор а дальше здесь по наполнению в центре возвратная помпа установлена на 1000 литров в час и в этом отсеке у нас боковом получается бионаполнитель кирпичи и грелка здесь также установлен и автодолив здесь система автодолива вот его носик получается выходит в центральную часть там где как раз у нас изменяется уровень и по мере изменения уровня вода автоматически доливается из резервуара здесь вот стоит у нас ведро к этому комплекту у нас идет тумба ну она в комплект не входит идет дополнительно но мы изготавливаем тумбы это конкретно тумба полностью из мдф эмаль здесь сделано по номеру рал подбиралась под цвет кухни под цвет мебели здесь в общем можно в общем то если у вас мебель из мдф можно выбрать тот же номер эмали и покрасить тумбу именно в этот номер эмаль тумба влагостойкая то есть если какие-то будут протечки утечки влажность это ничего не не портит эту тумбу она полностью про эмалирована то есть здесь если только единственное будет отслоение какое-то или царапина которая оголит этот мдф тогда да тогда может что-то вспучиться но так вообще она полностью герметично и не страдает от влажности вокруг или от каких-то даже потеков это тумба у нас состоит из двух отсеков в первом отсеке здесь получается он разделен на два здесь у нас идут розетки в общем тут 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 идут подключение всех электроприборов наверху здесь тесты в общем это это под всю аквариумную утварь у нас часть под корм под все остальное во второй части как я уже показал здесь у нас ведро просто ведро под осмос в этом ведре стопроцентный осмос и в это ведро опущена помпа автодолива то есть по мере испарения воды в аквариуме автодолив берет из этого ведра воду и восполняет таким образом минимизируя какой-то перепад солености в аквариуме потому что по мере только снижение небольшого снижения уровня он сразу же реагирует и добавляет осмос и так идем дальше свет здесь светильник хамик мол aqua air 600 на 60 ватт он 60 сантиметровый как раз идет от тютелька в тютельку под габариты этого аквариума так и еще здесь из технической части стоят две помпа течения сечи по технике мы закончили давайте теперь перейдем к живому наполнению а по живности у нас здесь не так чтобы много ну во я имею ввиду по рыбам кораллов уже достаточно много а рыб у нас есть два клоуна эти черно-белые ацелярисы и еще у нас здесь есть креветка кардинал только я ее пока не вижу вот прошлый раз я ее видел а сейчас она куда-то спряталась и здесь есть еще собачка бикалор которая тоже постоянно где-то прячется и и сейчас тоже как-то я не особо вижу но она здесь есть теперь по кораллам тут у нас представлены как мягкие кораллы так жесткие лпс и в общем то здесь еще и а здесь декорация у нас еще из керамики это керамическая декорация и это керамическая декорация уже постепенно вот так вот зарастает там бриариум вот этот зеленый коврик это бриариум очень эффектный не он грин очень такое яркое неонового цвета там вот по левой части у нас корнулярия папайя яркая и корнулярия также добирается уже на верхний ярус и на верхнем ярусе немножко даже теснит ксению пульсирующую здесь также есть ксения пульсирующий но она вот так вот аккуратно так сидит сильно не разрастается и я смотрю что папайя так агрессивно себе ведет она может немножко наверное даже щемануть эту ксению и вот и вытеснить ее в конце концов несмотря на то что многие считают что ксении это такой сорняк вот на мой взгляд корнулярия это больший сорняк чем ксении дальше здесь у нас на самые заметные представители этого аквариума это саркофитоны здесь вот длиннополипный вот это саркофитон по центру кстати хорошо он тут смотрится прям своими длинными полипами распространяется и вот течение видно видно течение по полипам саркофитона а второй саркофитон он немножко вдали и сейчас он что-то под закрытый такой обычно он тоже открытый сейчас чуть сжался вот этот первый саркофитон он конечно прям здесь звезда этого аквариума дальше там у нас по задней совсем части лужайка из за антусов не знаю как называются те за антусы я кстати их принес сюда из своей системы то они такие фиолетовые с зелеными ресничками ну ничего симпатичные и они там по задней части их если просто смотреть спереди не очень видно если чуть-чуть сверху то как раз они открываются ну и что у нас здесь еще актиния актиния которая должна была быть домом для этих клоунов или хотя бы для одного из клоунов но как я вижу что-то они в нее особо не садятся они учат рамсят между собой но активнее самой по себе и без клоунов похоже неплохо и она здесь так села вот самого краю и никому не мешает что в общем то хорошо когда актиния находит свое место она уже садится не ползает без опасения того что пожжет какие-нибудь кораллы и без опасения того что заползет куда-нибудь в помпу ее там размолит вот сидит и все хорошо и нормально и слава богу и сейчас давайте мы ее покормим актинии можно кормить чем угодно они во первых они фотосинтетики они также фотосинтезом питаются то есть нитратом фосфатом с процессе поглощения света и их можно также кормить кормами любыми то есть можно порошок который для кораллов они будут его также поедать можно гранулы актиния это такой коралл я все-таки считаю кораллом который может съедать довольно таки крупные куски пищи вот сейчас я приготовил кусочек креветки вот такой довольно таки крупный кусочек креветки давайте попробуем покормить я сейчас приближу на активную на видео так это не для вас ребята для тебя ну-ка давайте а камеру подведу а то сейчас тут ничего не будет видно ну так она когда готова к поеданию берет этот кусок и проглатывает так ее можно кормить два-три раза в неделю таким образом актиния начнет активно расти и со временем поделится поделится на две части потом эти две части еще могут разделиться и так вы можете развести очень много активней у себя если хотите если не хотите то просто не подкармливайте ее она будет в своих плюс-минус первоначальных размерах и расти будет не так быстро ну и сейчас мы еще покормим клоунов рыбок ну тут клоунов креветка может быть выползет у нас и собачка в общем рыбок покормим прежде чем кормить я сейчас размораживаю артемию скажу рыбок в маленьком аквариуме нужно кормить прям маленькими дозами не пытайтесь накормить их прям до отвала у вас система небольшая особенно это касается 50 литровых аквариумов или у кого-то если может быть меньше там вообще буквально вот по спичечным головкам такие дозы потому что чем меньше аквариум тем сложнее ему переваривать вот эту органику чем больше аквариум тем конечно у него провалилась это все он там у него куча бактерий он все это переработал в маленьком аквариуме это сложнее делать так прежде чем начнем кормить я сейчас отключу помпы все чтобы течение у нас не разносила и не уносила в сам корм сейчас на клоуна уже чувствует что чего-то им сейчас дадут он проголодались тарты артемия которую не съедят рыбы ее поедят кораллы та же самая актини на нее что-нибудь попадет на там карнулярию на бриариум они тоже потихонечку по чуть-чуть поедят ксения пульсирующая какие-нибудь остатки тоже поезд поэтому здесь сейчас у нас мы кормим не только рыб условно рыб на самом деле и кораллов тоже а вот собачка собачка в декорации сидит в лунке там и вот только выглядывает почуяла еду давайте не тоже может сейчас выскочит поесть увидите и а вот он носариус видите его он 2 они все ползут сюда очень активная улитка очень быстро оживились все на еду кто хотел поесть тот поел тот успел но сейчас разнесется еще они еще поедят сейчас всем хватит вот там за бам-бамами я по-моему не сказал сидит один фраг эуфилии по задней стенке ну хорошо что она немножко так поодаль остальных потому что эуфилия в общем-то может пожечь кораллы поэтому лучше и и чуть-чуть подальше от всех остальных в этом аквариуме есть чуть-чуть немножко проблемы с водорослями вот там по задней стенке я вижу а нитку немного и вот здесь по песку диатомовая но это на самом деле такое незначительные такие обрастания в общем то можно на них закрыть глаза и это тоже явление временное сейчас пока диатомовым есть что чем здесь питаться они здесь есть потом они пройдут в целом аквариум в хорошем состоянии мне нравится как выглядит вот такой у нас получился обзор комплекта middle напомню что морские комплекты можно найти у меня на сайте если у вас возник какие-то вопросы то можете оставить заявку и мы свяжемся с вами проконсультируем выберем тот комплект который подходит именно вам ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео на сегодня у меня все если видео понравилось ставьте лайк давайте до связи